Красноярцы массово избавляются от своего бизнеса. Интернет-аукционы завалены предложениями о продаже предприятий. Примета времени на городских улицах объявлений о продаже коммерческой недвижимости. Если раньше торговые, производственные площади, офисы были высокодоходные инвестиции, то сейчас это абуза. Виталий Поляков сегодня изучал, как чувствует себя бизнес после четырех месяцев карантина. Виталий, в студии что говорят бизнесмены? Оля, может быть помнишь, раньше говорили, что кризис это период возможностей. Так вот, предприниматели считают, что сейчас единственная задача это выжить. Перспективы в первую очередь малого бизнеса туманные. Ну и все это мы можем видеть своими глазами, гуляя по улицам, в центре и других районах. Многие помещения выставлены на продажу, либо хозяева отчаянно ищут арендаторов. Сотни предпринимателей избавляются от своего бизнеса, потому что сейчас он зачастую генерирует убытки. Сейчас в Красноярске, вот для примера, можно купить завод железобетонных конструкций. 50% долю в котельной за 210 миллионов. 600 миллионов просят за торговый центр «Авеню». 100 миллионов за асфальтовый завод, 56 за кинотеатр в торговом центре «Комсомол». И я не говорю о мелких кофейнях, шиносервисах, павильонах. Их продают просто пачками. Проблемы у предпринимателей возникают не только из-за ограничений, связанных с пандемией. Пандемия только ускорила все эти проблемы. Уровень доходов населения падает уже в России в седьмой год подряд. А источник доходов малого и среднего бизнеса докажет население доход населения. Если нет денег у населения, то и нет доходов малого и среднего бизнеса. Поэтому ситуация, конечно, сегодня только усугубилась. Тренд негативный. Очень многие, скорее всего, закроются, либо будут вынуждены перейти в другой сегмент. В сегмент совсем уже такого жесткого эконом-класса. Совершенно дешевые товары. Совершенно, может быть, продукты питания не очень высокого качества. Вопрос выживания, не развития. Сегодня, на поездке дня, вопрос выживания. По данным специалистов, сейчас больше всего страдает сфера организации массовых мероприятий, потому что действует запрет на эти самые массовые мероприятия. Причем запрет такой лукавый. Если власти необходимы, она разрешает и голосование, и парад, и забеги, и другие события. Но в любом случае страдают самые разные отрасли. Сейчас у вас на экране появились свежие данные статистики за первое полугодие. Видим провалы даже в промышленном производстве и в торговле. Зато стабильно растут цены, плюс 3%, и безработица более чем в 4 раза. Да, многие предприятия уже открылись после карантина и начали работать, но они работают в новой реальности. Я наблюдаю, допустим, по рынку продажи одежды, что, несмотря на открытие магазинов, и покупатели уже попробовали онлайн-формат, и уже не так часто ходят по магазинам с такой охотой. И, в принципе, у людей стало меньше денег, спрос упал. И, несмотря на то, что компании могут работать, доходы, конечно, не те. До сих пор у нас в Красноярске остаются закрытыми рестораны, кинедиатры, другие предприятия. Опыт Москвы и Питера показывает, что не все из них откроются. В столицах 15% заведений общепита канули в лету. А у нас эта доля может быть еще выше. Сложно прогнозировать, но, возможно, конечно, с рынка уйдут те заведения, которые были на грани рентабельности до этого в корс-мажора. И кто не смог договориться с арендодателями, и, возможно, делают выплаты, пытаются делать персоналу, потому что это очень большие затраты. И такие вещи, конечно, могут себе позволить единицы предпринимателей в нашей сфере. То есть, может быть, какие-то строители, у кого там есть ресторан, у кого есть такие средства на содержание персонала. Потому что, естественно, 4 месяца простоя – это довольно очень серьезные суммы. Государство отчитывается о том, что никогда еще власти так активно не помогали бизнесу. Но это уж точно не про малый бизнес. О помощи предпринимателям на местах, пожалуй, лучше всего, высказалась профессор Наталья Зубаревич. Количество денег, которое было направлено на помощь малому и среднему бизнесу, очень небольшое. Попытались обойтись отсрочками налоговых, арендных и прочих плачажей. В итоге малый и средний бизнес в крупных городах, который работает в сфере рыночных услуг, поддерживался плохо. Делалось это все в логике «бабы новых нарожают». Существующие помрут, потом новые появятся. По данным Росстата, за второй квартал этого года доходы предпринимателей упали до минимума за 20 лет в России. А количество самих предприятий по состоянию на апрель сократилось почти на 10%. И этот кризис сами бизнесмены называют самым масштабным за всю новейшую историю страны. На этом у меня все. Оля.